Сегодня мы хотим поблагодарить наших болельщиков, которые смогли пробить золотой сезон, посетить все домашние и гостевые игры. Это впервые в нашей истории, нашего клуба. На самом деле, это, наверное, очень значимое событие. И сейчас мы собрались здесь сегодня на стадионе, все вместе, вместе с генеральным директором, главным тренером. И сейчас вот мы хотим, ребят, вас поблагодарить. Вот у нас подготовлены футболки. Именные. Именные, да. Вот. Пельвина. Поздравляем. Поздравляем. Вообще, все началось с того, что я видела афиши по городу еще когда Павелли играл в клуб, но у меня не было с кем идти. А потом я здесь работала с тюардом, а потом хотел на выезд в Казань и первым информацию выложил в 20 сектора. Я вот попала туда и осталась. Ну, вообще, я с детства играю чуть-чуть там во дворе как бы с ребятами, а в целом именно за клуб болеть, это атмосфер на стадионе, когда мы все дружно, поддерживаем клуб. Какой-то очень... Вы и себя заряжаешь, и как будто бы участвуешь в этом. Как было решение пустить вообще все матчи? У тебя с первого тура такая была задача? Я хотела вообще еще в прошлом году пробивать, когда мы вышли в квалификацию, но финансовые возможности и время не позволило мне начать тогда. Ты единственная девушка из трех золотников. Не страшно ездить? Нет, я до выездов сама по себе ездила, по городам я люблю ездить, а как бы уговаривать всех людей, кого-то друзей не всегда получается. Поэтому, если никого не уговорил, едешь сам. Какой самый красивый стадион из тех, что ты посетила на выезде? Именно на золотом сезоне? Ну, в этом сезоне, да. В этом сезоне самый красивый. Больше всех понравился? Ну, мне нравится, как в Краснодар детально все там продумано. Я думаю, что со мной многие согласятся в этом. Но так как бы самый любимый, это не в теме. Баринад. Держи. Здорово. Попробуй вместе. Ну, балет я начал за Уфу с 15-го года. Я обучался на первом курсе. Я впервые посетил там домашний матч. Затем у меня был сразу выезд, первый выезд в Казань. То есть, ну, довольно-таки быстро это все произошло. У некоторых бывает, что люди годами ходят на домашний матч, так и не посетив ни одного выезда. В следующем сезоне первый выезд был в Екатеринбург. Сразу же посетил этот выезд. Затем все затянуло, начал ездить на дальние выезда, передвигаться в основном автостопом. И затем все больше и больше. Но на тот момент золото пробить мешала учеба и не было финансов. А как учеба только закончилась, вот первый сезон и сразу золото. Все удачно сложилось. Несмотря на все трудности, все достигнуто. Я считаю, что поддержка должна быть на каждом футбольном матче родного клуба. То есть, если в домашних матчах я знаю, что поддержка есть всегда, а на выездах ее... Ну, у Фы такой нет выездной поддержки. Поэтому я считаю, что я такой человек, который буду развивать эту выездную активность. Ну, наверное, самый запоминающийся выезд, это был все-таки Песченокопск, кубковый матч. Туда было, во-первых, очень сложно добраться. Это в Ростовской области. В 200 километрах, по-моему, если я не ошибаюсь. И запомнился он тем, что это, ну, по сути, маленькая деревня, в которой очень развит футбол. То есть, ребята прошли из ФНЛ в одну шестнадцатую кубка. Но там мы одержали победу. Стадион небольшой, уютный. То есть, там вот этот весь населенный пункт болеет за эту команду. Всей душой просто. Ну, видно, весь город живет футболом. Руслан. Партизан. Как если это, вот, на трибуну не пускали болельщиков соперника? Ну, держи. Во-первых, большое спасибо клубу, что поздравили и отношения к людям, которые, на самом деле, поддерживают команду всегда и везде. Очень приятно, ну, просто слов даже нет. Команда всегда должна быть поддержкой. В принципе, и это и сподвигло о том, чтобы посетить все выездные и домашние матчи. Расскажи, какой из этих семнадцати матчей для себя самым запоминающимся выездным остался? Ну, я думаю, все-таки, Песчано-Клопская оставила определенный след. Когда мы начинали ездить, и второй дивизион, ну, все-таки были такие моменты, как сельский футбол был. И сейчас мы опять окунулись в этот весь момент, поэтому очень запомнился именно выезд Кесчано-Клопская, именно матч-чайка. Впереди новый сезон, уже практически через неделю он начинается. Какие планы у наших фанатов на домашнюю поддержку и на гостевую поддержку? Как и всегда, везде в горе и в радости поддерживать свою команду на выезде дома без разницы. Продолжение следует...